Привет, друзья! Мне 59 лет, но скоро будет 60. И зовут меня Татьяна, и живу я в Беларуси. Сегодня я хотела пойти прогуляться, но на улице ужасный гололёд. Поэтому пойдём вместе с вами готовить тушёную капусточку, из которой потом будем готовить пирожки. Вот здесь у меня лучок, морковочка и маленький кусочек тыквочки. Так, вот здесь у меня сковорода. Сейчас я её подожгу, пускай подогревается. В этой сковороде, хочу я вам сказать, уже лет 40, потому что Саше моему 38, подарили мне этот набор, когда я выходила замуж. Так что, смотрите, стальная сковорода – это очень хорошая вещь, но на ней нужно уметь готовить. На ней нужно готовить очень на маленьком огне, потому что если сделать большой огонь, здесь сразу всё сгорит моментально и пригорит. А если на маленьком умеренном огонёчке, то ничего не будет пригорать у вас. Всё, сейчас будем поэтапно всё забрасывать. Сковорода прогреется. Так, следующим этапом будет у нас перчик, сельдерейчик корневой. Всё своё, со своего народа, с морозильника. Вот помидорки. Помните, мы с вами перекручивали на моей советской мясорубке. Вот какая красота. Не надо ни кожуру снимать, ничего. Если надо что-то готовить, быстренько баночку достал, раз положил и всё, красота. Своя капусточка перетёр и тоже готова. Немножко добавила сольки, её и перетёрла просто руками. Сейчас будем всё забрасывать в сковороду поэтапно. Вот, забросили лучок, морковочку и нашу тыквочку. Немножко это притомим сейчас. Ложечкой деревянной помешиваем. Немножко присолим, приперчим и пускай томится. Чем мне нравятся продукты из морозильника? Посмотрите, их не надо заранее размораживать. Придумал, что-то себе приготовить. Кусочек отломил. Перчик, посмотрите, какой красивый, разноцветный. Просто прелесть. И всё это своё. Здорово. Посмотрите, какая красота получается. Всё яркое, красочное. Прямо то, чего нам не хватает зимой. Здорово. А здесь у меня варится кашка зарки. Очень люблю свою зарку. Никогда её не обижаю. Посмотрите, какая красота здесь. И кабачок, и тыквочка, перловка, и лучок. Чуть-чуть чесночка. Она очень любит. И куриные кончарики крылышек. Всё такое наваристое, хорошенькое. Зарка мне скажет спасибо за такую вкуснятину. Ну что, будем продолжать готовить. Ну что, друзья, прошло 10 минут. Будем забрасывать капусточку. Хочу немножко о ней поговорить. Даже моя подруга Жануля сказала, что будет сажать капусту в следующем году. Та, которая всегда мне говорила, зачем её сажать. Она стоит копейки. И всё это можно купить. В этом году её мнение очень кардинально поменялось. Поскольку в прошлом году зимой у нас капуста стоила 65 копеек. Живу я в Беларуси. А в этом году, сейчас ещё осень, даже нет зимы, капуста уже стоит 2 рубля 20 копеек. Так, представьте, если постоянно покупать капусту с небольшими доходами, с небольшой пенсией, то разоришься на одной капусте. Это было маленькое отступление. Ну что, прошло 10 минут. Забрасываем нашу капусточку. Всё, забросили. Сейчас накроем крышечкой. Немножко она попадёт вниз. И тогда перемешаем. Всё, друзья, немножко перемешала. Сейчас накрою крышечкой. И пускай тушится минут 20. А потом добавлю наши прекрасные помидорки. Всё, друзья, прошло 20 минут. Всё у нас тут немножко подтомилось. И сейчас забросим наши прекрасные помидорки. Они вот постояли паночки. Ничего делать не надо. Они уже отошли, пока здесь всё готовилось. И мы их сейчас спокойненько положим в нашу капусточку. И они там прекрасненько растают до конца. Смотрите. Раз. И всё. И вот такая красивая колобашечка у нас получилась. Сейчас она растает, подтает. Перемешаем. И будем готовить уже до готовности. Всё вам потом обязательно покажу. Ну что, друзья, всё у нас готово. Последний штрих это укропчик и измельчённый чесночок. Я их забрасываю в самом конце. И после этого я уже перемешиваю и отключаю. И получается очень даже вкусно и полезно. Сейчас это всё щищу ложечкой и всё вам покажу. Всё перемешала и буду отключать. Уверяю вас, это всё очень-очень вкусно и полезно. Очень много здесь клетчатки. То, что нужно нам всем. Кушать каждый день. А пирожки из этой капусточки я, наверное, приготовлю завтра. Потому что сегодня у меня уже нет времени совершенно. А капусточки покушаю просто так. Она очень вкусная. Всё, друзья. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. С наступающих всех Новым годом. Всем пока.